Здравствуйте! Мы переходим ко второму этапу работы над контрольным натюрмортом, и это работа в цвете акварелью. Задача на урок сегодня это моделировка объема цветом с учетом рефлексов. Первое. Начинаем писать с фона. Помните о распределении света тени на вертикальных и горизонтальных поверхностях, а также не пишите одним цветом, используйте оттенки. На свету тон драпировок светлее, в тени тон драпировок становится темнее. После этого мы прорабатываем рефлексы, так как рефлексы это отражение цвета окружающих предметов, то тем цветом, что вы писали драпировки, мы будем использовать при написании рефлексов. После того, как вы продумаете и проработаете все рефлексы, мы начинаем прорабатывать собственные тени. В локальный цвет предмета добавляете синий оттенок и прорабатываете этим цветом собственные тени. Третье. Пишем свет и передаем объем предметов. На свету в локальный цвет можно добавить оттенки желтого. Не забывайте, что на свету цвет становится в тени светлее, а в тени цвет темнее предметов. И при написании света предметов не забывайте оставлять блики. Какие сложности могут у вас возникнуть при написании натюрмортов? В папке фото натюрмортов для самостоятельной работы учащихся есть фотографии с цветочным горшком, он черного цвета. Но локальный черный цвет в живописи мы не используем. В таком случае работа будет выглядеть неживописной и скучной. Как же писать черный цвет акварелью? Для этого следует прочитать методические рекомендации к уроку. Там я подробно рассказываю о том, как передавать черный цвет в акварели. По другой фотографии для самостоятельной работы учащихся могут возникнуть другие вопросы. Как писать металлические предметы, такие как мастихин или, например, крепление на кистях? Это также я рассматриваю в методических рекомендациях к уроку, поэтому методические рекомендации стоит прочитать всем. Удачи и жду вашей работы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова